Всем привет дорогие друзья! Давно мы с вами не виделись, да и я очень соскучилась уже по ютубу. Сегодняшнее видео я хочу начать с замены постельного белья у нас в спальне. Постельное белье мы меняем примерно раз в неделю или же раз в 10 дней, а наволочки стараемся менять примерно через 2 дня. А вообще сегодняшнее видео собрало в себе много интересного, но немного нестандартного для моего канала. Мы будем расхламлять детскую комнату от вещей, что остались неразобранными после ремонта, переезда. Сделаем с вами легкую уборку в квартире. Если вам интересна такая тема, то оставайтесь вместе со мной и обязательно подписывайтесь на канал. Желаю вам приятного просмотра! Кроме того, что мы меняем постельное белье каждые 2 недели, также я стараюсь каждый раз пылесосить простыни, так как на ней собирается много всяких ворсинок, волос и так далее. Также пылесошу и саму кровать, и сголовье кровати, и после этого застилаю уже новое, чистое, вкусно пахнущее постельное белье. Конечно же, покрывало тоже пылесошу, и вот так вот выглядит у меня конечный результат. Всем привет, дорогие друзья! И наконец-таки настал тот момент. Я смонтировала видео, как мы путешествовали компанией 8 человек в Архиз. Вы можете посмотреть вот здесь предыдущее видео. После просмотра этого видео. А сегодня, наконец-таки, мы будем убирать детскую комнату, в которой куча-куча хлама после переезда. Я вам сейчас все покажу, и постараюсь все это рассортировать, убрать, и многое, надеюсь, выкинуть, потому что это лежало годами у меня, то у бабушки, то у папы на даче, то потом у меня в общаге лежало, никогда я этим не пользовалась. То же самое с папшными вещами, но он будет сам с этим разбираться. Вот. Так что в этом видео я планирую убраться в детской комнате, насколько это возможно. убрать все вещества, чтобы комната оставалась максимально пустой. А сейчас я вам покажу, что, в принципе, здесь творится, о чем я говорю. Начну показывать со входа. Так. Так будет лучше, наверное. Итак, вот мы входим. Что мы видим? Этот пакет. В него я уже... У меня были попытки убраться. Это вот все, что я собрала. Итак, вот это все нужно разобрать, перебрать и решить, что из этого нужно, что не нужно. Что-то отвезти на дачу, потому что что-то из этого не наше, что-то надо дать родителям. Вот. Что-то убрать просто в шкаф организовать, хранение в шкафу, в коридоре. Сушилку просто разобрать нужно. И я планирую, что вот здесь вот не будет ничего. Будет паркет и стоять сушилка. Возможно, чемодан останется, потому что я пока не знаю, куда его деть, потому что он большой очень. Вот. Так что вот фронт работ. Как с этим я разберусь, вы увидите быстро, надеюсь. Не знаю, сколько мне понадобится на это времени. Ну, поехали. Итак, начинаю я с коробки, в которой находится у меня все для моего маникюра, аппарат, всякие средства для ухода за ногтями. Все вытаскиваю из коробки и начинаю сортировать. Для начала я решила отсортировать все, что касается канцелярии. Также вынимаю фотографии про бабушки и про дедушки, убираю фотоальбом наш. Рамку сначала решила выкинуть, но потом передумала. В принципе, ее можно немножечко перекрасить. Будет хороший декор для дома. Сейчас я хочу перебрать все свои лаки, какие-то уже высохли или просто надоели, или я решила, что я не буду ими больше пользоваться. Поэтому часть из них я выкинула, часть отдала. И маленькая горстка осталась мне. Итак, следующая коробка, самая опасная. Она меня немножко затянула. Это альбомы с фотографиями. Тут я начинаю рассматривать все. Куда же без этого. Но я думаю, все, кто убираются, когда натыкаются на свои старые фотоальбомы, занимаются тем же. И вот куда я их, в принципе, приспособила. Дальше я разбираю выпускные альбомы свои, Паши. Просто выстраиваю их по размеру. И тут у меня выпало все для скрабокинга. Все мои студенческие тетради и просто чистые тетради. Я это все сортирую. Дальше идет также канцелярия. Рамки, тетради студенческие. Все, что я не выкинула раньше, выезжая из общежития, выкинула сейчас. И, в принципе, я думаю, что мне эти тетради никогда не пригодятся. По крайней мере, я очень надеюсь. В общем, я здесь пытаюсь максимально от всего избавиться. Итак, что я сделала? Целая коробка была, документы написаны. Система контроля протечки воды, Нептун. И нужен был всего лишь маленький паспорт вот такого вот размера. Я его убрала уже вон туда. То, что в коробках это мусор. Что-то нужно оставить в подъезде, может, что-то заберет. Что-то обсудить с Пашей, что-то прибрать. Здесь пока я так по категории разбираю разные кучки. Сейчас хочу убрать в тот угол то, что мне нельзя трогать, чтобы Паша сам разобрался и обижался, что я что-нибудь выкину. Приступаем. Система контроля протечки воды, Нептун. Здесь наступает самое интересное. Я открыла три коробки. И в трех коробках все, что касается ремонта, какой-то починки. И то, в чем, в принципе, я не разбираюсь. Но стараюсь как-то тоже все более-менее по категориям разобрать, сложить, убрать более компактно. И понятно, чтобы в случае чего знать, что где находится. Фух, еще раз всем огромный привет. Сегодня уже наступил следующий день. Вчера моя работа закончилась перекладыванием кучки с этой стороны в эту сторону. На самом деле я выкинула три вот такие коробки. Одну целую вот такую освободила, полностью все расхламила. И очень много выкинула. Эту коробку тоже нужно выкинуть. Вот, в принципе, все, что осталось в комнате. Но из моего тут только, даже не из моего, а из нашего. Наша микроволновка. Мне дарили на день рождения кухонную машину и чемодан, в котором лежат все для сноуборда. Остальное все Пашина. Вот наш кальян, там Пашина. Ну, в общем, да, все Паша осталось. Вот, на сегодня какие планы? Нужно закинуть шторку. Я сюда купила тюль. Красивую. Вот сегодня мне нужно ее постирать. Хочу ее влажную повесить сразу на карниз. Вот, и еще. Разобралась с документами, наконец-таки. Выставила пока все сюда. Остальное решу, что как делать. Это я буду делать скоро организацию на кухне. Еще не все закупила, поэтому пока лежит здесь. И вчера разгрузила сушилку. Уже загрузила новые вещи, наполовину разобрала. В итоге, сейчас покажу, что я выкидываю. Сейчас только. Так. Этот стул пока у нас остается. Ну, я унесу его в детскую, немножко подреставрирую. Это нужно увезти на дачу. Это я хочу продать. Кстати, если кому-то нужно, вот такое вот киевское зеркало. Оно крепится к стене. С одной стороны увеличивает, с другой стороны обычное зеркало. Оно совершенно новое. Ну, как бы оно вскрытое. Но я его даже не заставала, им не пользовалась. Мне его дарили. Но в итоге оно не пригодилось. Поэтому буду его продавать так же, как в Икее по цене. Вот. Если кому-то интересно, пишите мне, пожалуйста, в комментарии. С удовольствием отдам в добрые люди. Ой, в добрые руки. Здесь всякая канцелярия, которая мне не нужна. Оставлю чисто в подъезде. Там книжки и чисто вот такие вот одноразовые папочки. Тут миллион файлов. Но у нас их очень много. Поэтому вот я оставлю в подъезде. Добрые люди заберут. Также вот такая вот кастрюлька. Тут внутри две книжки тоже, которые нужно отдать. Вот. И завтра отвезу на Свиблова. Наконец-таки нашелся покупатель моей мультиварки. Поэтому я завтра ее отвезу. Вот. И значит, что до этого я собирала поверхностные вещи. Вот у меня получилось таких вот два приличных пакета. И их я собираюсь сдать в H&M, чтобы получить скидку на вещи. И хочу также посмотреть, куда можно сдать старую технику. Возможно, в трейдинг, если будем что-то покупать из техники, сдадим. Также планшет и телефон. Так. Здесь получается у нас ненужная штука. Ненужные... Как они называются? Ну, в общем, вот эти вот штуки нам привезли лишнюю. Вот у нас осталось. Нам это не нужно. И мы это выкинем. Единственное, оставим только вот этот вот плинтус. Вот он узенький такой. Вот его мы оставим. Так что как-то так. А, и организовала все, что у нас было связано с ремонтом. И все, что мы еще не доделали. Там, значит, у нас лежит пробка для стены на балконе. Там клей, здесь инструменты. В общем, здесь прям все-все-все, что касается ремонта, починки, чего-нибудь, вот что нужно срочно забить гвоздь. Ну, в общем, чисто такая техническая полка. Очень классно получилось все вместить. И я вам вчера уже показывала. Вот здесь вот я уместила все мои детские альбомы и все наши совместные альбомы. Наверху у нас получился бар. Такой вот небольшой. Ну, как небольшой? Скрыл достаточно большой. Вот. Здесь у нас сзади настольные игры, здесь книги. Но эта полка, я думаю, пока останется такой, но ей предстоит изменение. Но сначала разберемся с детской. Так, и в этом шкафу у меня есть пустые места, и я планирую в него как раз-таки убрать часть вещей из детской. Но сейчас давайте приступать снова к уборке. И для начала отнесем ее стираться. Убираю сушилку для одежды, выкатываю мусор в коридор, чтобы он мне там не мешался. Когда я прикатила все в коридор, оказалось, что мусора слишком много. Теперь стараюсь более компактно все сложить в детской комнате и начинаю разбираться с предметами для DIY, для рукоделия. Смотрю, что есть. Много я также выкинула, много от чего избавилась. Много я также выкинула, много от чего избавилась. Родственница отдавала мне детские вещи от своих детишек, также я их разбираю. Решила убрать все детские вещи в коробку и в мой шкаф, поэтому достала всю свою верхнюю одежду, буду менять все местами. Убираю детские вещи, подписываю и убираю наверх. И начинаю, в принципе, обычное рутинное занятие, пылесосить. Также пылесошу все плинтуса, прохожусь, в общем, по всем комнатам, ни одного уголочка не пропускаю. Короче говоря, я решила переорганизовать, немножко убрать игры, настольные все к алкоголю, и эту полку сделать чисто под документы и книги. Сейчас мы с вами это быстренько сделаем. Итак, друзья, не знаю, сколько часов прошло, но наконец-таки я все разобрала. Убрала микроволновку отсюда, убрала кухонный комбайн на кухне, убрала много чего отсюда, позже покажу, где все теперь лежит. Но итог такой, не получилось у меня убрать все, так как все, кроме чемодана, это не мое. Я бы, конечно, избавилась, но не могу, это не мои вещи. Вот, комната вся пустая, теперь здесь чисто. Сейчас протру подоконник и батарею, повешу шторы, и заодно покажу вам, что же у меня получилось. Это коробка под вопросом, не знаю, что с ней делать. Этот вот пакет я выкину, это я оставлю в подъезде, потому что здесь книжки, карандаши, какая-то мелочевка. А здесь, значит, посуда, тарелки, которыми я пользоваться не хочу и не буду. Вот, и выкинула кучу мусора и сложила все сюда, в подъезд к нам, в прихожую зону. Вот, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть коробок я практически что-то выкинула, а что-то просто распределила по квартире. Так, в прихожей наверху у нас обувь, достала мои две синие куртки, сюда убрала микроволновку, чтобы она там не узорила глаза, тем более здесь шкаф свободный, поэтому лежит все здесь. С этой стороны у нас лежит все, что нужно увезти на дачу. Здесь организовала, получается, канцелярские все товары и пол ящика пустого. В нижнем у нас сумки, там как раз-таки много места занимали Пашины рабочие сапоги. Теперь они лежат там, хорошо вместились. Этот ящик вы уже, в принципе, видели. Здесь все для стройки, я вам говорила. Здесь вот, не знаю, получилось ли у меня показать или нет. В общем, здесь у нас что-то, медицинские какие-то документы, просто какие-то, в общем, всякая бумага. И вот здесь сбоку книжечки. Здесь у меня получилась аптека, здесь альбомы. Тут, получается, алкоголь, настольные игры для друзей. И выше тут, получается, теперь находится принтер и все для рукоделия, все, что нужно. Вот как-то так у меня получилось. В итоге нужно, осталось, точнее, мне с Пашей съездить сдать вот это все в H&M и получить купон на скидку при покупке вещей. Сейчас я чуть попозже схожу еще, выкину этот пакет. Это разложу на первом этаже. А мультиварку у меня завтра купят. Вот. Куда я убрала огромную технику. Мою технику. Слушайте, я уже забыла, куда я ее убрала. Так, вот здесь вот у меня над вытяжкой получается сушка для зелени, терка. Как они, лечки, масло, сито для муки, мука. И как раз-таки вот эта вот кухонная машина сюда отлично вписалась. Здесь у меня уксус и сода. Также решила еще и протереть пыль в этот раз более основательно. У меня такой вот кондиционер для белья, он уже закончился. И, как правило, когда я вытираю пыль, я тряпочку немножко добавляю средства для ополаскивания белья. И пыль садится намного меньше. Проверена так, что можете попробовать и у себя в квартире. Протираю пыль, все радиаторы. Теперь решила быстренько помыть полы. Протираю пыль, все радиаторы. Протираю пыль. Протираю пыль. Протираю пыль. Протираю пыль. Продолжение следует...